удивительно но мы вчера проходили здесь и не заметили вот эту красоту то есть реально просто как-то прошли парк и парк сегодня только эту гору увидел ты тоже не я тебе вчера про нее говори да ну ты как-то такой и да всем привет это снова мы глеб ага вот там остальное то все на месте все довольны и сегодня у нас в планах пройти подняться на гору диву и потом найти какой-то дикий пляж там покупаться а вечером с глебом мы пойдем рыбачить у подножия горы дива так а вот это вот прям непонятно что это такое почему это так чему фонтаны не чистка это куртка забыл ну ладно мне вообще на самом деле как бы везде достаточно чисто ничего не валяется но видимо за фонтанами просто еще не успели проследить так а здесь кажется отклеился 7 из ну ничего бывает белый скотч решает эту проблему здорово а это местная чебуречная видимо какой-то объект паломничество и достопримечательность одновременно надо с глебом тоже отдать должное чебуреком как всегда все украли мы бандиты нас надо в тюрьму пошли в полицию дашь папе кусочек еще кусить маленький еще можно а тебе не а тебе мы купим чебурек не переживай мне не нужен чем как ты откажешь ты заболел отказывайся чебурек блин он заболелся от посетитель ну что даю даю кусите потом три раза ipad у него попросишь это сделка лет на только лет ну а то обидится мирон но три раза ipad помнишь три раза ipad если он откажется ты ему скажешь глеб сделка дороже жизни понял окружающая действительность такова на этом семейский парк и в целом он такой прикольный хороший чистенький современные площадки уже и вообще в целом приятно прогуляться особенно когда подходишь к морю а вот видимо одна из смотровых площадок не знаю по крайней мере вид отсюда открывается фантастически и тут установлен памятник вождю владимиревичу ленину который как мне кажется сукоризный взирает на своих потомков и на то что они сделали в итоге я вот люблю снимать людей которые снимают других людей если вы считаете ну а то что здесь открывает совершенно фантастический вид я думаю даже и упоминать не стоит а вот куда-то сюда мы собирались пойти на дикий пляж но видимо нет пойдемте еще посмотрим он туда сначала а вот еще одна скала с другой стороны от дивы которая своей красотой может даже и превосходит не такая популярная я вот вижу там люди как он точно вообще забрался на ответ на стене человек мы с глебом тоже решили не упускать свой шанс и взобраться на скалу дива ну как забраться взойти на самом деле потому что ступени в этой скале вырублены еще сто лет назад вообще подъем на диву вряд ли можно назвать экстремальным но однако дух захватывает в принципе туда можно даже подниматься с детьми конечно за ними надо следить но тем не менее в любом случае это вы уже сами решите когда посмотрите виртуальный тур который мы сейчас уже с глебом для вас проводим кстати с этой скалой как обычно бывает на самом деле связана легенда так вот согласно легенде скала дива это злой дух красивой девушки которая за злые деяния была превращена в камень вроде как эту девушку даже можно в этой скале рассмотреть вот как написано верхняя часть скалы напоминает профиль женского силуэта с запрокинутой головой и распущенными волосами которые опущены в воду честно говоря я сколько не смотрел так и не увидел ну а вот то ради чего мы здесь ведь совершенно потрясающий и запомнится на всю жизнь я вас уверяю единственное не пойму почему здесь флаг советского союза зачем я сюда повесили и какая в этом цель семейский пляж это очень красивое живописное место но к сожалению еще не доработанная потому что отсутствует полностью кабины для переодевания душевые чтобы обмыться после моря вот глеб тут страдает но ничего вроде как бы сделано злата видимо совсем не страдает наслаждается жизнь как и вот этот вот маленький агент который ниндзя ну-ка покажи свой секретный прием ним это снова мы всем привет мы сейчас как вы поняли пришли с горе дива где и собираемся в общем порыбачить там сейчас пир занят каяки все дела попробуем вот здесь здесь собрались все местные и ловят по 10 рыб за раз сейчас попробуем пойти к ним мы если что я покажу как они это делают надо кстати самим у нас есть все для этого тоже попробую для начала вам представить каким-то образом пробраться здесь и не знаю мы за вами может вы как разведчица здравствуйте я вижу клёв вовсюда ага это не трудно можно я сниму видео просто про снасть смотрите в общем опять мы в кроссовках все в общем ловят здесь вот на такие снасти называется самодур это внизу такой вот грузик 30 грамм ну там 40 неважно и вот такие вот крючки с люрексом и соответственно подальше закидывается несколько движений вверх и и все и вот целое виду ведро разнокалиберной рыбы преимущественно конечно это будет ставридку ставрида здесь почему-то не крупную уже тут пару недель вот так вот полазишь и потом будешь уже как горный козел я почти уверен не ну тем не менее что мы хлебом решили все-таки пойти на тот пирс и слишком много народу не будем будем по своей линии вот нам какой нужен дали но судя по всему да я вот пятиграммовый буллер у меня помню до сих пор падает и падает и падает посмотри четыре человека вот как они туда залезли где тут вообще тропа страна почти ответные стал и да вот там вот они этого может их высадили с этого знаю видно вам или нет до четыре человека он катамаран по сравнению уровень воды это представляешь им как надо было сбирать может там какие-то уступчики если не представляю как им зайти вот так просто а ты посмотри как они стоят они вообще стоят на маленьких я думаю это не то что это происходит вообще ежедневно здравствуйте здравствуйте а вы на что будете ловить у меня есть золотых четыре червя и креветка причем разных видов я смотрю да а что планируете поймать скорпи ну да не все есть мы сегодня тоже на ершан и мы ловим спиннингом на тут неважно да не на самом деле я думаю что вот вот это будет более результативно в итоге прям интересно будет посмотреть я сама в шоке я первый раз даст и я их развела там вот это подход бутерброд из червя и креветки да не прости меня ты большой матка не взяла это вот хочу вот такую штуку опробовать на меня груза нет только кроме сто процентов возьмет вот на него потому что у него хороший крючок тройник вы кушайте к скорпен нет как бы слышал да что очень вкусный у нас как всегда готовить негде поэтому сейчас попробуем тогда чисто на скорпену вступила информация что и здесь достатке а скорпена любит всяких вот таких вот раков и волочения и волочения ну попробуем вот этот рачок кстати бы его еще с 19 года ловил скорпен и вообще сюда тоже экспериментирую с приманками такой рачок ну что нет поклёвок ли пока что-то глухо я вот эту сторону когда я кидал у меня были какие-то поклевки но это рыба хорошо тогда у нас будет самый крупный улов самый крупный углов за всю жизнь что шум ищет интересно может мою коробку с лобблером два раза калангисты славы надо вот брать себе такой костюм и весло вишка это новый вид рыбалки вот так плывешь тут спиннинг у тебя по гребку не не плата ничего только костюм ласты и все рыбалка будущего так рыбалка будущего переговори к чему не такие претензии ты вчера показал мне мастер-класса сегодня что сдулся я вчера не ловил понимаете он не зелой даже скажет половину я поймал почти трофейную картину а вы что хотите вообще сделать вот тут понять плавающий он или тонущий какого вида то это точно вы пробовали нет они делятся на три вида плавающие суспендеры которые зависают и тонущие на нем ничего не написано поэтому его нужно в воду побросать и посмотреть вот да мне тоже кажется вообще вот для такого воблера как можно сделать как вообще скорпина ловит на воблеры берется вот такая тирольская палочка и от нее метр лески вот эта палочка его заглубляет и потом проводку и он уже конкретно да а вот это вот чебурашка она может его игру вообще испортить то первая рыба какая-то наконец да вот уже сколько приманок мы бы перебирали на самый банальный джиг рик и за вот этим мы сюда нет но это только начало сейчас посмотрим что тут еще будет кстати рыбаки еще пришли интересно что на ставриду он пришли скорпену ловить тоже раков нанизывают сюда сейчас посмотрим прям интересно да а вы на скорпену до курица до двух ночи вчера я могу все лучше 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 я забрался когда зубами или 40 примерно клёв скорпену вообще вот сейчас уже должен быть ну в принципе да но как бы все равно со скольки начинают там ребята сейчас там ловят хорошо ну да ставриду там ночь какая проводка то есть кинул положил одну и вот так вот просто попробуем температуру толки джоновский да интересно руки джоновский рачок поймалась до 2 грамма это то то же самое ну практически тоже такой же дачок а воли да ну малышка ну ладно однако же не поймалась не понял глеб нифига себе вот это да чисто на поклевки и паузы о хороший скорпен ну слушай совсем другая проводка прям вот пару подергань и паузу поэтому потом раз как что-то зацепилась а это не зацепилась морской ерш скорпена еще и ядовитый газ ну это вам а мне так что давайте пожалуйста так что если будем еще ловить ну хороший такой прям у меня удочка до 10 грамм суши вообще я даже отвлекся я просто смотрел так что красотами любовался совершенно я вот как бы ну я когда ловил скорпень я делал более резкую проводку ну все ну все вот оно и дело пошло чуть-чуть лев проводку настрою так я попробую тоже заменить приманку и поставить рачка уже у меня он есть на джиг головки беленький хорошенький и рабочий да ух ты нифига себе это хорошая скорпен а это прям вообще ох 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 уже упитывал скорпень да а я уже сменил резинку это сейчас белый рачок получается вот такой вот рачок как я и говорил еще с 19 года лежит у меня в морской коробке проводка до безобразия простая даже сказал вообще бесхитростная причем я когда у скорпиен ловил я делал как-то это все более резко здесь ну здесь просто позволяет это место соответственно делать проводку вот такую вот плавно вот да это даже не джиг есть и глеб он ставрида поймал они прям здесь они вообще здесь я так понимаю везде я просто помню когда я посмотрел с помощью фонарика оказалось что они вообще окружают меня хотя я до этого думал что наш их мало в общем и проводка самая луч и не знаю вот пауза чуть вот так раз или маленькими подбросами в в зависимости от рельефа да блин а это была хорошая да чур снимай снимай снимаю до публикащи не нато ты немножко перевед иди сюда моя хорошая не нато тоже не плохая не безусловно на 32 а ты вон уже на счет играешь да не сегодня у нас дружеский поединок заучивать форму я думаю так то можно это было бы попробовать да попробовать бы было интересно вот она нифига себе ого точно скорпина вас оба горбыль горбыль ну все почти все виды рыб у меня эти вроде краснокнижных отпускать надо ну говорят что вот не я знаю но серебристый вроде вот краснокнижных нет этого я не знаю ой по сейчас ее сфоткаю да то что у меня и фотографии нет гора в фарь да сколько 1200 да я покупал две штуки наслаждалась а у фаря ничем от горбыля отличаются что блин а чё я думал что это одно и то же ну ладно мне простительно я на море развод ну что я прям не знаю очень очень счастлив и довольно наконец-то я поймал эту рыбу остальные выезды не не везло но вот сейчас я не очень рад она конечно да удивила прям сразу было видно что это не скорпена что что-то странное я думал сначала что это лоскит но намного лучше оказалось ну что привет бандит а у нас полный пакет ершей морских всяких кстати здесь правда мне их отдали а вот этот горбыль это я вот поймал новую рыбу хорошая у них отнастка у ребят мамочка можно я какую-нибудь поймать можно я половую поймаю я ловлю конечно можно это ты папа сам закидывает а ты будешь ловить это будет суп ну это будет не тоже море ну что миром что поймал что-то в смысле это где отдадим отдадим ее ребенка очень вкусное говорят такой крабовое мясо как по вкусу они только эти сверху шипы их обрезаешь для тебя руками трогать нельзя да ну да можно колодец давайте другую рыбку держи вот так иди отдавать не зажми в руку хорошо давай что только я говорил да только на нытье глеб сразу начало кто там блин это кто-то сильный карпина карпина я просто ну давай хватаю больше чем вчера не не вот так вишка пасть это больше чем вчера до рекорд ну что для продолжает держать марку хвастайся посмотрите это еще больше чем вчерашние карпена но молодец вообще карпеновый монстр это рыбаки там сидят на скалах ты пойдешь отдавать и она очень тяжелая я не могу тебе страшно? да не кормили ты бы маленький ну ты будешь или мне отдать? так смотри сейчас держи вот так вот крепче держи и потом опускай и разжимай короче смотри я тебе сейчас закину просто в проводочку покажу очень медленно очень вообще просто я сам как бы ну другую обычно ловил более резкую они в общем три короче вот проводка ты вот и вот так вот смотри и паузу потом чуть подмотала и опять и потом ты почувствуешь как будто зацепилась а это не зацеп да и вот это вот как бы совсем по-другому мощный ну еще одна была в принципе ну все из тавриду поймал всех поймал но такого рака конечно уже все озверела она большая была да ой там скорпена ну все тут прям началась эльдорады какой-то скорпена только пойдет это только маленькое начало еще расскажи как ты говоришь ловить надо закинул покрутил вот так подсек подкрутил подсек подкрутил подсек откуда ты все знаешь а? я знаю ты наверное смотришь мои видео где я там все рассказываю не я смотрю только как вы на рыбалке были разу два и Глеб и мама кто там Глеб? кто там? ты на скорпена иди сюда да и тут скорпена и там скорпена так давай ее сюда опять к этому курицу поймал да? отцепляйте да это целый бройлерный цыпленок не ну это опять здорово спасибо а я ее по-моему увидел не хотя она дальше да вау короче это какой-то мам снимай мне как-то даже это грустно какая красивая блин жалко поездить мам дай шкал пену снимай папа сейчас снимет я же не умею это чуть поменьше но все равно такое прям вот так у тебя фотик есть? крупная ну да давай зажимай ее крепко зажимай вот так вот опустил и вот так тык-тык-тык-тык подкрутил слишком быстро подкрутил опять что там у меня чего так не глеб вообще в ударе просто он скорпен я не знаю нашел себя наконец-то в ловле рыбы это вот его касаемо того на что ловится два вот этих утра очка маки джон овский и это носят быть брис на данном случае это копия что не сильно важно потому что работает отменно на оснастке джиг рик 2 грамма и все вот такая вот простая история работает просто фантастически ну что удивительная рыбалка сегодня получилось на самом деле все поймали и даже верончик которого там не видно у него что-то крупное отъела вообще рыбалка прям надеюсь она вам также понравилось как понравилось и нам если это так буду рад если поддержите видео лайками комментариями все до скорых встреч рыбалки еще будут пока пока